Ученики Христова заходят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я сам до Бога пришел в 26 лет. То, что вы сейчас от груди матери даже воспитываетесь и именно слышите псалмы, песнопения духовные, слушаете Слово Божие, проповеди. Это большое благо, потому что некоторые дети свою жизнь посвящают уже с детства, то есть себя возлагают на алтарь Божий, служение. Там на кухне лежат картоночки со секторами писем, пожалуйста, на столе. Ну а у меня поиск был с 17 лет уже начался, как бы такой осознанный поиск. Я сам до конца еще не осознавал, что я ищу и кого ищу. Но было, как говорится, я иногда ходил по городу, там где-то ходил и всегда влялся в лица людей, смотрел в них, что-то как бы от них искал. Что какой-то человек должен мне что-то сказать, какое доброе и очень важное. В дальнейшем, когда я в 26 лет уверовал в лица, я понял, что я искал Господа. Тем более, когда получил в руки Слово Божие, то есть вот, Святая Библия. Это у меня не первая Библия уже, там у меня другая была Библия, зеленая. Ну, смысл один понятен. И Господь дал такую жажду к Слову Божьему. То есть я так полюбил его и несколько часов проводил иногда за Словом Божиим. То есть это дар Божий. Кто это дает дар? Господь. Другой тебе никто не даст. И он дает тому человеку, кто открывается перед ним. То есть вот как Исаия говорит, вот я Господи. То есть ты желаешь, ты стремишься к Богу. И говорится, душа твоя именно расположена. А если этого нету, вопрос задается. Если у тебя этого нету, жажда вот этой, надо молиться. Вы, у вас, как говорится, большой опыт, именно как у вас родители молятся. Своими словами, какие их молитвы бывают. Бывает детская молитва, бывает, что вот мы по этому слову молимся. Но даже по этому слову можно молиться от души. Но в основном это проходит у нас, как говорится. Ну так, надо, надо, делаем и все. В первую очередь молитва. То есть обращение к Богу через молитву происходит. Любовь к слову Божьему через молитву происходит. То есть я молился, Господь мне дал это в любви. Дал, даже я очень с детства самый такой, ну как сказать, был такой очень стеснительный. Вот, и чтобы вот так вот со взрослыми даже разговаривать, я всегда стеснялся. Ну, особенно противоположным полом женским. У меня тоже всегда была эта улица. Вот, но это не суть. Вот, и этот дар я выпросил у Бога. Еще я вам хочу пока сказать, вот, я пришел к Богу, то есть 26 лет, я еще раз повторюсь. Вот, и я в жизни прожил, к сожалению, греховно. И есть стихотворения поэтов, которые написали именно о Библии. И по Библии. То есть это переполнена вся наша музыка, наши, как говорится, художники, поэты. Вот, и одно есть стихотворение такое. Измученный жизнью суровой, не раз о себе находило. В глаголах предвечного слова, источник покоя и сил. Как дышат святые звуки, божественным чувством любви. И сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значения, причина, и цель, и конец. И вечного сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши. И плакать, и черпать уроки, из них для ума и души. Мне это и стихотворение даже давало заучивать, которые у нас были этим летом. Да, Нестор? А помнишь его? Не повторял, напишешь. Это дар Божий, выпросить его надо. Еще его поддерживать надо, не просто так. Заучил и забыл потом. То есть надо этим жить. И вот это стихотворение, почему оно очень мне близко, потому что я сам прожил через этот путь, прежде чем пришел к Богу греховный. И мне это все близко. Это написал Никитин Иван Савич, такой поэт был. Еще даже есть такое стихотворение, называется «Библия». О, книга книг, кто не изведал в своей изменчивой судьбе, Как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. В череде видений неизменных, как совершенный чиста, Твоих страниц проникновенных, младенческая простота. Не меркнут образы святые, однажды вызванные тобой. Перед Евой искушение змея, с голубкой возвращенной Ной. Все в страшный час в горах застыли, Отец и сын костер сложив. Жив облик женственной рахели, И Израиль богоборец жив. И кто житейское отбросив, Не плакал в детстве, прочитав, Как плакал, обмал Иосиф. Братьев своих, на высоте чистей и слав. Кто проникал, не пламенея, Веков таинственную даль, Познав сияние Моисея С горы несущего скрижаль. Резец и карандаш и кисти, И струны, и певучий стих. Еще светлее, еще лучистий Творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник К тебе не походил любя. Еврей, христианин, безбожник Все, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных Творят с тобой невидимы слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных На свете от гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, За годом год, за мигом миг. Встаешь алтарь пред человеком, О, Библия, о, книга книг. Ты, правда, тайны сокровенные, Ты откровения, ты завет. Всевышний данный всей вселенной Для прошлых и грядущих лет. Это написал Валерий Брюсов, 1918 год. То есть, 20 век уже был. Вот я некоторые взял, Хотя бы два сихотворения вам, Что есть поэты, Были художники, Это вы сами, может, слышали, видели. Которые показывали Любовь к Слову Божьему. То есть, они читали, вникали. И Господь им полагал на сердце Написать такие чудные сихотворения. Вот я когда обратился, У меня одно первое, Которое было стихи из Библии, От Евангелия, от Иоанна 3,16. Как говорят, Святые отцы, Это Библия в миниатюре. То есть, в этом стихе все сказано. Что Бог, Творец, Он возлюбил, Что? Творение свое, человека. И послал ради того, Чтобы наши души бессмертные спаслись. Он послал меня в кого? Сына своего народа, Иисуса Христа, Который распялся за нас, Пролил свою причистую кровь, И на третий день воскрес. И нас воскресает уже в этой жизни. То есть, это называется первое воскресение. То есть, в этой жизни Мы должны первым воскресеньем воскреснуть. То есть, родиться свыше От Духа Святого. А эта вера появляется Отслышание Слова Божия. Вера, отслышание, Отслышание Слова Божия. Римлян 10,17. Я не знаю, Если бы, конечно, Может, в детстве Услышал бы Слово Божия, Может, да-да, Господь мне коснулся. Но вот так вот Промыслительный Господь Только мне коснулся 26 лет. Когда я обратился к Христу. Я хочу задать вопрос У кого-то из вас Было желание Сами взять когда-то Библию И почитать хотя бы. Пусть это было Хоть год, хоть два назад Недавно это было Было у тебя, да, по-моему? А что тебя побудило К этому взять Слово? Я не помню, Но мы, Когда на молитве Мы читали Один стих Из Библии И мне он очень сильно понравился Я его тогда решила Перечитать И еще мы с папой Очень много После молитвы читали Я Не помню Сколько Но я несколько стихов Выучила Вот интересно Я вам сейчас скажу Вот твой пример Очень яркий Вот, например Многие люди задают вопрос, да Какие места из Библии Выписать для себя? Вот А это не надо ничего Выписывать, например Это очень просто Ты вот читаешь Слово Божие Тебе Господь коснулся Тебе вот смотришь И как бы внутри Такой голос Он не голос А как бы такая мысль приходит Вот этот стих надо выписать Или там Заучить Или повторить его Еще раз перечитать То есть вот это Как Господь Благодать его действует И ты сразу раз Вот я для себя Имею опыт То есть я себе Вот такие картоночки делаю Здесь у меня Ситворение просто написано Есть еще места из Библии Я их сразу раз записываю И потом В течение дня Или вообще В течение недели В последующих дней Заучиваю Стараюсь повторять Память у меня очень плохая К сожалению Потому что Учился на тройке Не развел свою память После лиховной жизни И все это поглотил Но Молясь Господь этот талант Приумножает То есть по молитве Господь может многое дать Даже в Евангелии Господь говорит Что ученики его В дальнейшем Могут делать больше Чем сам Господь сделал Именно в смысле того Что проповедовать Евангелие Все это разносить Богу Весь по всему миру Уже Итог Израиля То есть дары Духа Святого Это 1 Калифим 12 глава Об этом говорится Что Какие дары Духа Святого Даются Этот дар Надо себе увидеть То есть на молитве Господь откроет Выпросите любви В Слову Божьем Вот вам еще Это есть песнопение Такое Владимир Марцинковский Он написал Он был православный К сожалению Ушел из церкви Почему Потому что В то время Когда он Пытался по Слову Божьему Как-то Жить И Чтобы Эти епископы Старались Они его отвергли Но вина конечно Его в первую очередь Он избрал эту Свободную Вот он написал Такое стихотворение Жаждет правды народ Избавление ждет В темноте и грехе погибая Но великий Христос Весь благую принес Он спасет мир От края до края Он болезнь исцелит Власть греха сокрушит Уталит все земные страдания Солнце братской любви Переплавит мечи Песня радости Сменит рыдания Братьям и сестрам Привет Что несут Христов свет Жизнь отдали За счастье народа Свою юность Христу И души красоту Посвятили Во имя Свободы Всех Зовите на пир Возвестите Всем мир Унывающим Слово От рады Что Спаситель Воскрес Двери лазурных Небес Отворил Всем Заскоющим Града Царствие Божие В нас Мы Создеждим Трудясь В нем Не будет Раба Господина Но лишь Братство Лидей Так Гремитесь Сильнее Во Христе Все Добудут Едино Чем Кроме Заученные Стихописания Вот эти Божественные Стихотворения Чем они Поучительно Заучить Что Они Пригождаются Благовестии То есть Где-то Свидетельствуют Люди Иногда Любят Поэзию А иногда Стихотворение Касается Больше Чем Стих Из Библии Это Опять же Действие Духа Святого Это не значит Что это Нет Господь Господь Конечно Действует Он Через Кого Может Я Курящий Сигареты Во рту Я ему Сказал Курить Это Смерть Начал Ему Свидетельствовать Он Мне Перечил Что Там В аду Все Хорошо Там Никто Выпивает И так Дальше Насмешно Есть Такое Стихотворение Его Написал Геннадий Винс Нам Жизнь Дана Не для Пустых Мечтаний Вы Слышали Кто-нибудь Из вас Рассказывал Это Стихотворение Я ему Прочитал Зацитировал И он Помолчал И сказал Может Ты и прав И ушел А через месяц Он умер Он был Очень толстый Килограмм 150 Видимо Извышен Вес Курящий Ну и Другие Как он Жизнь свою Закончил Я не знаю Вот такое Свидетельство Было То есть Стихотворение Вот это Коснулось Его То что Она очень Поучительная Она как бы Пожидает Человека Что жизнь Нам дана Не просто Для того Чтоб ты Чревоугодничал Там Лежал на песке Нет Она дана Для того Чтоб ты Познал Христа Узнал Его Святую Волю И исполнил Живя здесь На земле И плюс При этом Еще донес Эту благую Весть До других Людей Чтоб И они Та же Восплекс Для жизни Вечной Аминь Все Господь и Бог Наш Благодарим Тебе За научение Слово Твоему Помоги Чтоб мы Искали Лица Твои Молитвы Прибегали Источнику Живой воды Твоих Слово Твоему Чтоб наши Души Избрали Господи Благое Твою Правую Сторону Чтоб мы Обрели Господи Радость Мир В сердцах Детям Помоги Все Эти таланты Что Ты Каждому Из них Уложил Дай И приумножить Во славу Имя До Святого Добудь На все Твоя Святая Более Тебе Господу Богу Нашему За все Хвала Честь И поклонение Отец Аминь Все Здорово Господи Помоги Господи Помоги Господи Помоги Господи Простите Мы Не верим Попроченный Светом Своего Богоразумия Верно Своих Укрепите Непопередим В правоверии Собли Господи Помолимся Господи Помилуй На всяких Скорбе К небу И ночь Господу Помолимся Господи Помилуй Помилуй Сохрани Нас Боже Твоею Благодатью Господи Помилуй Пречистое Благословенную Славную Владыки Сына Богородица Христа Деву Марию Со всеми Святыми Помянувши Сами Себе Друг Друг Весь живот Нас Христу Богу Преодадите Благодатью 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 Благодатью